Всем большой привет! Долгожданная косметичка! Я задержалась почти на неделю, но продуктами пользуюсь, которые у меня приехали в августе-сентябре. Что-то я заказывала сама, что-то приехала благодаря обзорам и сотрудничеству с Рандеву, но и конечно же подарки от девочек. В этом месяце и в прошлом было так много подарков и приобретений разным способом, что у меня огромный контейнер. Я не знаю, все ли я возьму в использовании в сентябре, что-то перейдет на октябрь, но думаю, этот ролик будет большой, интересный, длинный точно. Чем я буду пользоваться? Никуда не будем спешить, будем делать сводчи, смотреть будем много и долго, поэтому поехали. База остается Essence, она у меня пока не закончится, будет одна работать. Туши у меня те же самые, не стала я снимать с этой баночки, у меня тут на ней хранятся серьги, пусть дальше хранятся. По тушам от Evelyn остается сыворотка, тушь от Ariflame, у меня они вот прям, какая под руку попадется, то и пользуюсь. Eva Mosaic тушь, я уже не первый месяц все это показываю, и Frosche тушь, и две еще. Maybelline, вот эта тушь прямо у меня всех чаще, я ей пользуюсь больше, чем полгода. Она вообще не подсыхает, ну нет, она начала, конечно, уже подсыхать, но очень долго она работала, прямо очень долго. И последняя тушь, которая здесь есть, это у нас L'Oréal. Вот она тоже очень часто в использовании, и тоже, я думаю, еще не подсыхает, но убавилась я так думаю, потому что очень много я ее использую и достаточно часто. Так, у меня что здесь осталось? А, здесь остались только вот два цветных бальзамчика. Так, сейчас я попробую все поставить обратно. Между бальзамчиками их туда. И поставим здесь, уже больше трогать не будем. Будет еще один стаканчик с карандашиками. По тональным средствам. Консилер у меня остается от Maybelline в оттенке 10. Его тут немного на самом деле. Но я думаю, на этот месяц его хватит. Ну вот, как бы видите, если, когда набираю, уже убавляется прямо там. Вот я закручиваю, а пустышка как бы остается. Я так думаю, что он уже там по краям размазанный. Но пока не закончится полностью, вот стеклышки прям не будет видно, я им так и буду пользоваться. Так, это Fitmi. Тональник, остаточки. Вот прямо уже, видите, я по дну собираю. Который я последний делала. И в мою панточку. В ней всегда был крем для рук. Но в этот раз я хочу сюда смешать тональное средство. И что я сюда смешаю. Хотела вместе с вами, но я не взяла чем перемешивать. У меня тут с собой ничего нет. Если только ложечкой какой-то. В общем, я хочу один вот из этих кремов. The One или Poese. Смешать с отбеливателем. Вот этим вот аджастером светлым. Он прямо белый-белый. Ну давайте попробуем. Сейчас я дотянусь до какой-нибудь ложечки. В принципе, одно и то же получается. Да, вот у меня есть такая вот ложка длинная для баночек. Сейчас попробуем ей. Кому интересно, давайте. Так. Назаван или Poese. Ну давайте в этот раз намешаем Poese. Потому что для меня это вообще... Ой, новое средство. Смотрите, его даже мешать интересно. Видите, оно какое интересное. Так. Видно вам что-нибудь, что я тут делаю? Я не буду сильно тут много набирать. Потом... Ой! Воздух сходит. Первый раз, наверное, я далеко. И все равно, смотрите, какой он темный. Еще надо выбеливать, да? Ничего себе. Ой, простите за эти крутые звуки. Тоже боюсь. Лучше я уже по ходу еще потом добавлю. Ну, вдруг это будет необходимо. Вот так. Ну, сейчас я пока так оставлю. Вот что мы с вами намешали. Получается вот так. В любом случае, видно разницу. Но мне кажется, видно все равно, да? Так, ладно. Вот как у нас с вами получилось. Но тональник-то хороший. Вот так вот на руке прямо кожа какая-то гладкая такая, холененькая. Пудру я уже мешала без вас. Намешала я ее вот так. Я говорила, что сюда я добавляю тень блестящую. И я хочу вам показать, что она не блестит чрезмерно блестками. Хотя тень, ну, очень яркая, белая, с блестками. Вот, посмотрите. Есть мелкие-мелкие вот какие-то такие блестяшечки. Но на лице они смотрятся скорее к эффекту здоровой кожи. Я надеюсь, видно. Вот мелкие-мелкие. Но вот так вообще не видно. Поэтому очень хорошая идея была блестящие эти тени добавлять в пудру. Все по консилерам, корректорам, пудрам. Да, все. Румяшки и средства для лица я сейчас буду немножко хаотично находить. Потому что я тут все завалила косметикой себе. Сейчас я попробую раскопать от коробочек. Так, первое средство мне попадается. Это новиночка, подарочек. Это скульптор, который я уже использовала как тень. И какой он оказался красивый. Первый оттенок. Вот так вот смотрится. Это такой холодный, даже в синево уходящий скульптор. Прямо очень красивый. Но подойдет не всем. У кого-то смотрится синяками на коже. Это я вот по отзывам на Валбере с некоторым пишу. Прямо супер-пупер. Кто-то, вот кто любит такой в синево уходящий холод, потрясающий оттенок. Так, там второе в рыжинку. Поэтому каждый себе может найти. Так, я не буду выкладывать коробочки. Хайлайтер, который я вам сейчас покажу. Вот в такой коробочке. Коробочки я наверняка выкину потом. Оттенок 02. Бежевый. Здесь, видите, по краям напыление. Но вот здесь вот я уже до хайлайтера добралась. И сводч я вам буду показывать его. Ну, если хотите, я могу и напыление показать. Вот сначала сводч настоящего хайлайтера. Вот блеск с напылением. То есть с напылением это на глазки, как тени можно еще использовать. Видите, какая разница. И потом уже просто как хайлайтер. Потрясающей красоты. Как будто водная гладь. Упаковочка. Конечно, на упаковке я обращаю много внимания. Я обожаю очень красивые упаковки, как и многие девочки. Далее. В подарках. Был вот такой хайлайтер. За месяц я всеми точно не по одному разу успею воспользоваться. ТНЛ. Оттенок. Не знаю, у них разные оттенки. Или вот один такой. Покажу поближе. По названию. И вот так сводч сделаю. Хотя, когда буду пользоваться, тут уже какой нужнее. Похолоднее, посветлее, потемнее. Вот он такой, если общий. Очень красивый. Далее. Хайлайтеров сегодня блеснет много. От Revolution у меня два новеньких хайлайтера. Номер один и номер два, можно так сказать. Хотя, у них не номера, а название. Поэтому, если интересно, вот сюда смотрите. Вот такая красивая баночка. В прошлом месяце, мне кажется, он у меня уже был. Но так как приехал братик его, то я вам покажу оба. Первый. И второй. Еще лежит в коробочке. Вылазь. Вот они в таких коробочках. Где это название? Нет, наверное, название сзади. Ну ладно. Достаем. Сейчас я за камерой. Достану. Точно такая же упаковка, но золотая. Вот видите, они какие интересные оба. Такой розовый и золотой. Красивый, конечно. По названию. Вот так. Они, вам наверное слышно, да? Они не как гладкие, а немножко такие, как ребристые, что ли. Они вот не мелкие-мелкие, а такие покрупнее. Такие два красавчика. Румяна. Румяна у меня от Катрис. Новенькие. Оттенок вот здесь. Много новинок, конечно. Вот так все вместе покажу. Хотя мне больше нравится вот с этой стороны. Не этот вот оттенок, а вот этот. Ну давайте я его отдельно даже. Вот так попробую. Хотя они будут, наверное, смешанные и похожие. А нет. Нет, нет. Вот не зря мне нравится больше с той стороны. Думаю, вмятинка появится именно там. Так, так, так. Что же еще? Ну, конечно, конечно, я вам сейчас покажу вот этого красавчика от Нового. Как я за ним бегала, вы знаете, во влогах. Кто не смотрел последние влоги, смотрите. Они, может быть, кажутся в начале скучноватыми, либо там в серединке. Но в целом что-то мелькает и интересно. И в каждом влоге есть какие-то интересные кусочки. Оттенок 03. Этот. И он вот такой. Галактика Андромеды, по-моему, называется. Посмотрите, красавчик. Сентябрь еще блестим. Вот сюда. Еще одна розочка. В новиночках. Запеченные румяна перламутровые. Третий оттенок. Тоже в подарок. В угол коробочку убираем уже. И румяшки выглядят вот так. Открывайся. Вот такая роза. Розы не закончены. Еще сегодня будут розочки. Давайте вот этот вот. Он маленький такой. Чтоб не обижать. Куда? Давайте вот здесь. О, такой красавчик. Я его хочу вообще использовать еще и на глазки. Вот этот оттенок. Как румяна. Вот. Его надо прямо едва-едва. И тогда он будет, ну, красиво смотреться. А вот, чтобы вот так ярко. И смоки в темно-темно-коричневый, либо в черненький. Вот мне хочется попробовать, как будет на глазках смотреться. И еще два продукта для лица. Во-первых, вот такая пудра компактная. Это бронзирующая наверняка. Скульптурирующая пудра. Так, открываем, посмотрим. Хочу попробовать именно как скульптор. Вот как сейчас я набираю по кругу. Вот она как выглядит. Тестирую так. И скульптор у меня остается из Project Pen. Я его не понесла. Вот в этой большой палетке от EFROCHE. Там скульптор от Faberlic. Перепрессован. Я просто не стала после отчета Project Pen опять им мелькать. Здесь ничего от проекта нет. Ну, кроме как вот средства для лица тональные. Вот. И последнее, что я хочу использовать. Это румяна. Они у меня чуть в сторонку отошли. Я про них забывала. Но будут под рукой стоять. И даже если в косметичках не буду показывать, время от времени буду использовать. Потому что они кремовые. Вот такие румяна карандаш от Evelyn. Давайте я вам вот здесь покажу. Вот так они выглядят. Но их если растушевывать, то растушевываются они очень даже хорошо. Вот так. Чтобы не забывать о них, потому что тут много румян. Это подарок. Я про кремовые забываю продукты. Ну, а тут вот он красавчик. Будет тоже под рукой. Вроде бы все продукты для лица. Много, кажется, хайлайтеров. Но и в месяц это много дней. Но вот эти блески, которые водный гладит, я хочу на глазки попробовать. Как они будут блестеть. Посмотрим. Вот. Вроде бы все. Если еще что-то вдруг мелькнет, то я покажу позднее. Но мне кажется, я собрала все, что у меня за последнее время появилось в косметике. Далее давайте посмотрим карандашики. Они у меня вот так в стаканчике. Пока стаканчик поставлю вот так где-нибудь под рукой. И будем с вами рассматривать, что же у меня тут. Для бровей остается... Ну, я редко пользуюсь. Но стараюсь все-таки держать под рукой. Мне хотелось бы хотя бы еще одну меточку в этом году сделать. Не пользуюсь я особо гелями. Мне нечего причесывать особо. Они у меня, брови, никуда не деваются. Ну, раз есть, пытаюсь все-таки доиспользовать. У меня еще есть в запасах девочки подарили. Надо будет доиспользовать и те средства. В общем, вот этот продукт. И новый карандаш, который я использую от Эвелин. Вчера или позавчера у кого-то из девочек смотрела косметичку. И для меня было открытием, что здесь есть серединка. Там, типа, наверное, тень. Я даже не знаю, вот это как надо, вот так, что ли. Я даже не пробовала ни разу. Оно, типа, должно рисовать, что ли. Но я вот не вижу, чтобы вот оно как-то вот рисовало. Ну, вот чего-то тут пачкает. Ну, я думаю, что я сюда не буду попадать. А вот тут карандашом-то я уже вовсю пользуюсь. Даже выкручивала не раз добавку. Он ломкий. И вот его сколько всего. Не знаю, на сколько мне хватит. Но вот карандашом я буду продолжать пользоваться. Он ярче, чем у меня был Фаберлик. Поэтому пытаюсь подстроиться еще. Расческой не пользуюсь. Вот этими щеточками. Ну, вот и серединкой тоже не пользуюсь. Потому что я не вижу тут на бровях особо тени. В любом случае, вот такая у меня новинка. Страшную историю. А нет, страшную на потом расскажу. Когда буду показывать помады. У меня есть еще вот такой. Тут кисточка. Карандаш для бровей. Но вот эта часть сломана. И когда у меня получается все-таки оттуда каким-то образом его достать. Он иногда вдруг раз и крутанется. Ну, вот видите, никак. А там есть средство. Вы не знаете, его можно как-то починить или доломать. Я насчет сломать-то легко. Вот не знаю. Ну, вот этот вот механизм сломался. Не то придется выкинуть карандаш. Не то как-то его оттуда. Из-за я... О! Видали? О, сломала. Сейчас мы же не торопимся с вами. Подождите-ка. Может быть, его сюда или здесь еще мало я использовала. Нет. Выплюнула. Ладно. Стой пока со своим. А этот обратно засуну. Ну, в общем, не знаю я, что с ним делать. Вот он не хочет работать. Может быть, его вынуть туда ватки, сунуть и засунуть. И он поработает какое-то время. Ну, в общем, вот такой у меня есть карандаш. Надо с ним что-то решить. Или починить его каким-то образом. Либо в пустых банках покажу, что выкидываю. Не знаю. Не работает. Так. У меня есть вот такой лайнер. Еще не высох. Ему несколько лет. Он работает прекрасно. Много раз уже и макияжа делала. И вот работает, работает. Тени карандаш вот такие золотые. Я взяла. С этой стороны каял очень красивый, коричневый. С блестками. Прям очень красивый. Далее от Mary Kay. Вот такой красивый синий небо прямо ночное, вечернее, позднее. Не буду показывать оттенки. Зеленый от Avon. Карандаш вот такой. А еще один для бровей. Он сейчас потемнеет. От Avon. Вот такой вот кисть. Но он темноват. Вот видите, он уже темнеет. Видно. Он не такой страшный, но для меня рыжеватенький. Так. Остается еще вот такой. Это Faberlic. Давайте вот здесь. Это очень стойкий. С ним можно плавать, купаться. И остается у меня вот этот. Это NYX. Фиолетовый. И он уже давно у меня тоже начинает уже и подсыхать. И в Project Penny был. Но убавился. Вот он у меня вот где-то вот сюда уползает уже. Хотя еще длинный стержень. Его я хорошо использовала. Так. Вот эту страшную историю я позднее расскажу. Во влоге покажу. Так. Ну вот он. Видите, карандаш. Вот этот тоже не очень путем. Сейчас попробую я все стереть. По карандашам почти все. Еще будет карандаш для губ. Но я его в помадах покажу, расскажу. Хотя сейчас давайте о помадах поговорим и наконец оставим тени. Потому что тени у меня много. А если я помады покажу в конце и тени буду брать из контейнера, то помады сейчас будут громыхать. Поэтому лучше показать первыми их. Насчет карандаша. Был у меня такой красивый карандаш от Faberlic. Он у меня закончился. И я была уверена на 100% что его реанимировать нельзя. И я хотела во влоге, который вы увидите следующий, показать легким движением руки, как карандаш оттуда не достается и не выкручивается. То есть в одной руке я держу, естественно, камеру с телефоном. Во второй я так это пытаюсь это все открыть. Но открыла так, что теперь карандаш, видите, запечатан на скотче. То есть я тут все разломала вдрызг. Он сломался. И оказывается он реанимируется. Когда я это все переломала, ну опять же вы во влоге все это увидите. Видите, оттуда зелененький торчит. Он не просто так торчит. Я его тоже постараюсь закончить, если сейчас не сломаю. Вот я вот так вот аккуратненько покажу вам. Вот этот огрызочек, это оказалось тот карандаш, который у меня в Project Pen уже в пустышках. Вот этот. Ну мне нужно было... Карандаш-то для губ. Каким-то образом сюда затолкать. Потому что он, оказывается, ну в общем, сколько-то там достала я его. Вот такой оттенок. Не буду я сейчас тут ломать пытаться. Ну в общем и выдвигать не буду, потому что здесь кусочек. Еще буду использовать. Я вам уже в отчетах покажу в следующий раз. Так что карандаш для губ у меня живой, реанимированный. Вот таким вот жестоким образом. Ну во влоге опять же вы увидите. И пока я меняла местами вот эти стержни, да, сами, то и зелененький немножко еще вылез. И получается, что его тоже можно доиспользовать. Хотя он у меня тоже официально уже в пустышках. Вот такая длинная страшная история. Что я беру еще? Так, давайте мы с вами вот так сделаем. Нормально уместилось? Да, уместилось. Все видно. Совенок. И сейчас на мне вот этот блеск для губ находится. Как он вкусно пахнет. Это пупа. И вот такие помады, которыми я тоже буду пользоваться. Сейчас я не буду делать их свотча ни пальцами, ни кистями. Ну, пальцами, потому что я только что по карандашам, да, хоть я и вытерла салфеткой, но сейчас не хочу. Давайте сюда. И уже по помадам. Взяла вот такой блеск. Жан-Мишель, еле вспомнила уже как называется. Он у меня такой старичок. У него есть цвет, вкус и аромат. Аромат приятный, а вот вкус химический такой. Поэтому его нельзя облизывать. Поэтому я его реже беру. Сегодня много будет продуктов. Вот таких вот в виде карандашей и таких вот футлярчиков. Металлик. Это помада от Эйвен. Не буду тут искать название. Я даже не уверена, есть ли они еще. Вот так выглядит этот металлик. На осень, на золотую, я подумала, что яркие оттенки очень даже неплохо будут подходить. Далее помада от Фаберлик. Старушка у меня есть вот такая. Тоже достаточно яркая. Буду пользоваться и ей. Альверда оттенок 17-й. Она полуматовая, очень хорошо лежит на губах. Точно такой цвет не сильно яркий, но достаточно пигментированный и такой сочный. То есть его на моих бледных губах хорошо видно. Взяла вот такого рыжика. Давно не брала. Это Алиэкспресс. Оттенок 3-й. Такая большая, да, кажется, футляр-то. А на самом деле сама помадка-то тут вот. Это все. Я ей очень редко пользуюсь. Вот она для меня больше такая вот помада на осень. И ее лучше наносить кистью. Вот не так плотно, а кистью. Немножко. Тогда она аккуратнее на губах смотрится. Далее еще один карандашик. Помада в карандаше. Это Maybelline оттенок. Вот так 30, по-моему, да? Вот такая красавица. Эйвен. Давно не брала. Тоже достаточно яркая. Все яркие. Чем-то между собой схожие. Но одна жирнее, вторая по суше. Третья по рыжии, по розовее. Из Project Pen помадка Samovar. Зеленые макияжи. Она всегда со мной. Так, ты у нас кто? Art Deco. Оттенок. У меня мигает камера. Придется ее зарядить. Вот так выглядит Art Deco. Зарядка заканчивается. И еще три помады. Давайте посмотрим. Остается от Faberlic. Мой бальзамчик на каждый день. Сумочный вариант. И две новинки от Любашки. Это L'Oreal. 173 оттенок. Вот ее я с удовольствием поношу. Такая она красотка. Смотрите. Потрясающий цвет. И последняя помадка, которая тоже ко мне приехала в подарок от Любашки. Это TNL. Оттенок 04. И выглядит она вот так. Все, я пошла заряжать камеру. И мы с вами встретимся. Посмотрим тень. Немножко зарядила камеру. Давайте посмотрим продолжение. Остановились мы с вами вот на этих красивых помадках. Я их даже не стирала. Потому что после того, как остановила кадр, посмотрела. А помады разные. Почему я вам сказала, что они чем-то похожи. Понятно, что они все помады. В красноту уходящие. Ну, как положено губы. Чтобы были розовые, красные. Но они все-все разные. Так что стираю помады и смотрим косметику. Кстати, пока камера заряжалась, я как раз делала макияж. Потому что пойдем с Катюшкой гулять. Приучила она меня к прогулкам. Так. База. Не буду сводчить. Но Забалм остается базой постоянной. И вот эти два оттенка чаще всего. В зависимости, какой макияж. Либо белый, либо фиолетовый. Не, макияж-то не белый. Но просто белый нейтральный оттенок. Он подходит под все макияжи. Но когда я делаю сиреневый, фиолетовый макияж глаз, то, конечно, тот оттенок в первую очередь. Самые последние палеточки, которые ко мне приехали от Мариночки. Вот так они выглядят. Это Додо Гел. Первый, второй оттенок. Я только сделала сводчи. Поэтому я сейчас не буду делать все сводчи. Покажу только красивые сатиновые. Обеими палетками уже делала макияж. В этой палетке преобладал вот этот оттенок и вот этот. Но потрясающие все. Макияж получился очень красивый. Давайте я вам покажу. Это вот те, из которых был макияж. Вот эти еще не задействовала. Но тоже ими буду пользоваться. Золотой неудобно отбирать. На глаза передаются оттенки хорошо. Вот даже, видите, я наслаиваю, когда они прекрасно наслаиваются и смотрятся красиво. Так, вот это первая палеточка. Вторая палетка макияж был вчера. Ой, какой он красивый. Тоже сейчас покажу, какие оттенки вот прямо именно на глазах были видны. Так, вот этот. Вот с этим. Вот основной был оттенок. Так. Вот этот очень матовый, красивый. И вот этот очень красивый. Тоже. Вот эти два вчера у меня блистали. Матовые хорошие. И вот этот золотой. Что-то я его нанесла плохо, как неудобный палец. Он очень хорошо передается. И прям такой... Красивый очень оттенок. Так. Первые две палеточки показала. Далее. Тоже только приехала от Лены. Палетка. Я и уже макияж тоже делала. Но всего один. Поэтому этого мало хочется. Еще. Палетка выглядит вот так. Роза. У нее, правда, и оттенки так преобладают розовые. Тоже не буду все делать. Но вот по некоторым оттенкам я прям пробегусь. Потому что они очень красивые. Так. А что я тут не набрала? Нет, набрала. А какое набрало? Не знаю, чего я тут набрала. Что я не увидела. Так. А этот какой? Ну, уже забыла, видите. Ладно. Сейчас еще разок какие-нибудь наберем. Давайте вот такой. Они кажутся суховатые. Но на глазки передавались те, которые ими я пользовалась. Очень даже неплохо. Вот этот. Не знаю, набирала я или нет. Вот такая палеточка. Спокойная. Спокойная. На каждый день. Вот она такая прям как базовая. Далее. Я клубничку унесла, потому что макияж делала. Я думаю, что у меня там пустышка. Я не вернула. Забыла. Что-то вернула. Что-то унесла с концами. Далее. Конечно же, оба Берновича. Во-первых, вот этот Бернович, это только-только ко мне, который приехал от Любашки. И вы знаете, рыхлые вот эти сухие оттенки, они сыпятся под глазки. Они вот прям реально осыпаются. Но передаются очень хорошо. Просто это надо учесть. Вот этот красивенный оттенок посерединке, я его кистью не смогла. Но пальцем, это потрясающей красоты оказался оттенок, он передается отлично. Вот только пальцами. Вот он растушевывается. Вот прям вот в такую красивую. Давайте я вот по этим поездью. Зеленый легко передается, этот легко передается прямо вот. Но вот этот вот красивый оттенок, вот с таким блеском, на базу он ложится восхитительно. То есть он ложится очень хорошо. Ну вот, давайте вот все-таки я вот так покажу. Потому что носила я его с этим оттенком тоже. Красивый. Но только пальцем. С удовольствием. Единственное, нужно учесть, что подсыпаются оттенки матовые у Берновича. Так, сейчас я пальцы затру. И второй Бернович, который у меня, мне кажется, второй или третий уже месяц. Но второй точно. Вот так выглядит. Вот эти оттенки мне нравятся очень. Давайте тут вот так. Вот тут опять же, вот зеленые, они, может быть, схожими кажутся, но они разные немножко. Вот так. И вот этот немножко тоже кажется капризным пальцем. Хорошо передается пальцем. Такой дуохромик. Ну, его тоже можно показать вот на матовом. Потому что он больше в дубле. Как сказать-то? Дуэтом смотрится немона. Далее. Беру палеточку розочку. На глазах вот ее я еще не пробовала. Но мне так понравились ее свотчи. Сейчас давайте я вот это вот сотру. И мы ее с вами посмотрим еще раз. В магазине свотчи вообще потрясающие были на тестерах. Даже кто-то предположил, что бывает тестеры лучше, чем палетки. Но мне кажется, палетка просто нужно немножко раскраситься. Потому что тестер-то уже задерганный весь. Мы сейчас вот эту розочку оценим. Это Белор Дизайн. У них Ньют и вот эта вот роза. Буду набирать по три. Очень красивая. Ну да, вот она прекрасная палетка. Мне кажется, любой кистью она будет передаваться восхитительно. Даже с пальцев не так быстро оттираешь. Завтра попробую я сделать макияж уже ей. Здесь всего матовых два оттенка. Вот посерединке один. Так вот сюда я его нанесу. И его видно хорошо. Вот смотрите, как его хорошо видно. И последние три. Вот этот вот какой красивый. Дуахромик. И вот второй матовый. Вот он, дуахромик потрясающей красоты. И вот он, второй матовый. Смотрите, какая классная палетка. Прям восторг. Она у меня вызвала сразу восторг. И вот не разочаровала ни одного раза. Так, наверное, я остановлю, нет, не остановлю, еще одну покажу. У меня одна, в принципе, там остается, нетестированная. Но вот вивьен с собой я тоже хочу взять сейчас, потому что здесь дуахромики такие, которые вот... Почему теней-то я много и набрала в карандашах. Да что ж такое сейчас... Ногти красишь и пока палетки открываешь, все сдираешь. И здесь вот блестками я не пользуюсь. А вот, вот эти вот красавчики, я думаю... Ой, вот этот рыхлый какой. Подождите, я его обратно вобью. Вот этими я буду с удовольствием пользоваться. Ой, какие они красивые. Такие прямо переливы у них. Не знаю, как показать даже. Второй ряд. У них же и базы вот эти хорошие. Ой, какие красавчики. Так, вот этот поспокойнее оттенок. И вот они красивые. И последний ряд, кроме блесток, не буду я их наносить. Вот фиолетовые. А вот розовенький. Вот эти два, темные, хорошие. Смотрите, какой он. Ну, давайте какой-нибудь спаркл на него. Вот я предлагаю вот этот вот из зеленцой попробовать. В общем, вот такая палетка. Очень красивая. Я на рандеву брала. Как в нее положить? Давайте вот так тут все будет видно. И те, и другие. Третье. Даже можно. И вот так. Ну, и давайте уже и последнюю покажу. Ну, что она одна. Остается революшн. Это тоже такая прямо база. Вот самая спокойная база. Вот сейчас затру вот здесь руку. А то одну оставила как-то вот. Что ж, ей места за месяц не хватит. И давайте ее тоже покажу. Вот так она выглядит. Революшн. На рандеву тоже брала. Я ей ни разу еще не делала свочи. Но мне кажется, это вот самая такая вот... Кто любил нюдовую палетку от Maybelline. Их вот классику. Мне кажется, вот эта тоже будет примерно такая же. Ну, первая, я не знаю тут. Он очень хорошо передается. Вот вам видно. То есть он так-то кажется бледным, но он прямо перекрывает. Хорошо вот базу закроет. И вот этот ряд второй. Опа. Классная. Это вот у кого дресс-код. Потрясающая палетка. Тоже смотрите, как хорошо передается вот это тоже на слою, чтобы вам было видно. Что он прямо хорошо перекрывает. Кладется. Вот. Вот такая вот еще одна палетка, которая тоже будет у меня в использовании в этом месяце. Все уместилась. Все уместилась. Уместилась. Все. Огромное спасибо, что были со мной. Единственное, я вам покажу с прошлого месяца или с позапрошлого. Вот такая палеточка. Это у нас тоже Revolution. Да? Не путаю. Да, Revolution. И она вот из этой коллекции. Видите, тоже такая ребристая. На рандеву они есть. Вот такие яркие оттенки. Она у меня уже была в косметичке. И на этот месяц она просто остается вместе с остальными. А показывать я ее сейчас не буду. Ну, потому что мы ее не так давно смотрели. Классная тоже палеточка. Ну, как бы пусть остается, раз она у меня в контейнере до сих пор лежит. Последние сводчи еще раз покажу. Эта косметичка получилась такая богатая на продукты. Богатая на сводчи. Вот так красиво. Все. Теперь буду прощаться и встретимся в Октябрьской косметичке вместе с вами. Всем прекрасного настроения. И всем пока.